На сегодняшний день любой человек может найти информацию о родственниках и близких, погибших или пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. С поисковыми группами работает Музей воинской славы. Об очередных успехах они рассказали нашему корреспонденту Дарье Артамчук. Каждый день в музей обращается междуреченцы с просьбой найти информацию о своих родных, погибших на войне. Иногда на это уходят недели и целые месяцы. В случае Анатолия Федосова понадобился год. И вот его пригласили. Здесь он смог пообщаться по скайпу с руководителем поисковой экспедиции, узнать весь боевой путь своего отца. И сегодня что вы узнали? Ой, много чего интересного. Просто слов нет. Мне же было сколько? 4-5 лет, 37-го во время войны до начала. Большое спасибо всем организаторам за помощь такую. Проявили громадную работу. Главная цель руководителей поисковых экспедиций – дать возможность миллионам людей установить судьбу или найти информацию о своих погибших или пропавших без вести, родных и близких, определить место их захоронения. Такие встречи – это итог очень большой работы. Насколько они все люди очень небогатые, очень простые. Понимаете? И они, несмотря ни на что, где-то как-то с работы отпрашиваются, теряют в деньгах. Но они идут и опять поднимают, и опять ищут, и они перезахоранивают. Ну а самое главное, что вот в таких случаях семья уже знает, куда поехать. Очень бы хотелось, чтобы на такие мероприятия и приходила вся семья. Сегодня здесь не только ветераны, но и подрастающее поколение. Волонтеры детско-юношеского центра – группа под флагом добра. Эти ребята точно знают, зачем пришли. В будущем они тоже хотят стать поисковиками. Нас хотят пригласить даже на раскопки, можно так сказать. Мы считаем, что посвящать этому нашу жизнь – это наш долг. Но чтобы сохранять память, рассказывают другим людям об этом. Сегодня для них первое задание. Им выпала честь возложить цветы к мемориалу в память о тех, кто погиб в Великой Отечественной войне. Дарья Артамчук, Михаил Чеканов, Новости Плюс.